Всем добрый вечер, с вами Петр Андреев, Никита Петров. Продолжаем рекоментировать матч шахматного Феникса администрации против участников группы. Разыгран любимый дебют Артёма Капустина в защите крово-кран и атака Панова. Ну атака Панова не специалист, в отличие от Пети, так что Петя может уступать сейчас. Я специалист? Да. Ну в общем, почему-то Артём играет код Е4, то есть Е6, хотя мы с Олегом записали неплохое видео, в котором... Пропагандировали ход Кун Е4. Ты не смотрел его, кстати, Петь? Я смотрел. Да, там 100 людей, Кун Е2. Да, и Кун Е2 вряд ли сыграл бы. Я применял, да. После Кун Е4 он задумался бы минуту на три, и на итоге Артём быстро выиграл бы. Но вместо этого у нас опять полиция с изолятором. Ну, видимо, опять нам придётся страдать. Ну, ну, с большой, да. Не, ну, хороший изолятор, чёрно. Не, вот такие отца хорошо выходят. Так. Нет, тут просто ближайшие переходы можно не думать ещё. Да, господите, медленнее, Артём медленнее. Не медленнее, спокойнее. Медленнее, что-то я. Вот Кирилл бы здесь на портаже был, Артём здесь как рыбовали. Кирилл бы уже давно пошёл бы Е5 чёрный. Гамбит. Да. Не, я видел, как Карвана с гири анализировали позицию. Там вышка соскочила у гири, и он вместо Аш-3 пошёл Аш-4. И они все начали смеяться. А я прогнозирую, как Кирилл бы смотрел, и ты думал, блин, так надо, как Е4. Что-нибудь такое, это... Ладно, А3. Не, ну Кирилл там и в партии пошёл, уже Ж4 очень жёстко. Должен был проигрывать, конечно, по-хорошему. Так, ну Слон-Д3 возможно, да, прицепить. Ну я бы Ж6 пошёл в Блиц. Ж6 это как-то... Ну это нормально. Не шаблонно. Ну зато точно никогда ничего не прилетит, это очень важно. Ну скорее А6 тогда. А6 тогда слабо, потому что белый обычно играет Слон-Ф4 или Слон-Е3, а потом Ферс-Д2 и Слон-А6, такой план. Ну Слон-Ф4 тоже слабо. Я бы рассказывал о том, где я пытался поймать. В общем, пока сперники как-то странные, разыгрывают, если честно. Кон-Д5 с РС идейными, я не хочу, что чёрно тут неплохо. На Слон-Е7 после конца бьёт Е7. Поле Д5 прихвачено. Слон на Б7 неплохой. На Клон-Д5? На Клон-Д5 может, что у нас 4, у меня вот Слон-Ж3, наверное, единственный ход, который поддерживает напряжение. Тут можно на СТ-3 взять, кстати, очень удачно. Нет, Слон-Ф4 вообще не туда, а Кон-Е4, Кон-Е4 был ответ. Классика, садово-парковый шахмат, нападая на Р7. Нет, на Слон-Ф6 ужасный ход. Куда это вообще? На Д4. Так и толк не дадут. Надо было на СТ-3 брать, там на БЦ нельзя за Слон-А3, при что-то бьет Кон-Д-Ой. С точки зрения Артёма, Кон-Е7 и ещё Кон-Ж6 прикрывают поле. Может быть, действительно, разве уж так сыграно пойти сейчас Кон-ЦЕ7 и на Ферзь Д3. Да, Ферзь Д3 и Кон-Е5, наверное, да, не Кон-Ж6. Ну, просто Кон-Е5 он как бы более так уязвим. Артём не видит это, он не видит Кон-Е7. Он по определению не видит Кон-Е7. Нет, он ходил Слон-А6, а что он Кон-Е7? Нет, просто Артём и Кон-Е7 не сочетаемые понятия. Вот, например, они играли с Эльмарем, он не пошёл Кон-Е7. Другой Кон-Е7. Нет, да. Почему, думаю, я, как раз, этим и ожидал. А я бы другим уже делал. А ну, вот, сочетаемый. Не, ну, и Кон-Е5, да. Конечно, вообще Кон нестабильный, ну-ка его как-то собьют оттуда. Да я и говорю, Кон нестабильный. Ну всё, Слон-Е5 уже в 4, рвать. Так ты не погрёшь, конечно, никому. Слон-Е5, Слон бьёт-Е5. Ну, нельзя сразу взять и порвать. Нужно начали погрызть. Ну хорошо, ну так ты никого не грызёшь даже. Просто Слова возьму на Е5. Я же возьму пешкой, пешкой на Е5 признак оттуда. Развёшь пешкой, будь Кон-Ц3, вожделянный размен ферзей. Блин. Вот эти меняльщики, с ними тяжело играть. Вот. Вот Вова Михайловская сама туп фигуру меняет и 4-0 сделает. Да. Ну да, вот белая правильно играет, поддерживает подобие на повышении. Это меняльная игра? Ну, а не так легко находить ходы сейчас уже. Программа минимум выполнена за обе стороны. Да, тоже партнер, но помню, ничего, ничего зашёл. Не знаю, может быть выбит на С3. Это довольно типичный. То есть иногда, когда заканчиваются полезные ходы, чёрные из позиции изолятора переходят в позиции с висящими пешками. Или можно пойти Ж6. Навсегда избежать этой матовых идей. Ну и подрасшириться чуть-чуть. Я бы, наверное, Ж6 рассмотрел. Что скажешь? Как бы ты сходил здесь чёрного? А, я здесь? Да. Сдался бы и разыграл бы пирс в следующий. Пирс. Ну, да. Я бы подумал, что он дебютный репутар. А6 мне не нравится. Куда вообще А6 был? Зачем? Вот сейчас, если бы была Ж6 стояла, то можно было бы снова на Ж7 брать. Мне нравится ход Ж6. Мне кажется, это была первая линия. Да, но Ж6 нашёл бы. Вот Ж6 запомнил. Я запомнил до себя Ж6, да. А сейчас поддавили голы, видимо. Хотя, Ж6, например, там слонный 5. Ну, всё-таки. А, ну сейчас Ж6 уже ехал. Не, ну Ж6 там ещё и матовое ходение. То есть, слон Е5 можно просто игнорировать даже. Так вот пришёл славно Е7 брать. Ну, не знаю, наверное, всё ещё нормально. Но. Алло. Так, просим прощения за накладки. Списи, что-то произошло. Но, тем временем, в партии сыграл на конь Е5. Пытается достичь какого-то прогресса Андрей. Я бы за чёрных рассмотрел бы вот не конь Е6, а сначала Ладья бьёт С1, а потом конь Е6. Значит, с раком, конь Е6 сразу выглядит чуть-чуть подозрительно. Может быть, тоже не проигрывает. Такс. Алло. Алло. Очевидно, выбило не тебя, а меня. Да, тебя выбило. Потому что я на меня ходу продолжаю. Нет, всё же самое интересное. У меня, постройку, у нас выбило диалог тоже один ход появился, конь Е5. Ну, да, бывает. В общем, пока разменялись конями, это всё-таки к пользе чёрных, наверное. Да. Потому что... Кони Е6 хороший ход. Я вот предлагал в тот момент... Вместо кони Е6 предлагал ДЦ1, и потом кони Е6 тоже, видимо, ничего было. Да, теперь слон... А слон Ф3? Нет? Слон Ф3 же? Да он даже не рассматривал. Артём играет на удушение, ты видишь? Кстати, довольно... А где слон? Думаю, что был, да. Думаешь, пешка выигрывалась. Я не удивлюсь, что слон Д8 сильнее ход. Бешка-то всё равно мёртвая практически. Ну всё, чёрные пришли, у чёрных лучше. Да, лучше. Промердил, Андрей. Ну что ж, такие шахматисты. Не, ну Артём качественно сыграл, по-моему, достаточно. Да, такие позиции говорю, Артёма. Артёма позиция. Артёма позиция. Артёма позиция. Что теперь делать белыми? Не знаю, уже моменты для атаки пущены. Нет, на какой атаке, тут же надо ноги уносить, но то что же надо ещё сделать как-то. Слон Д5. Я думаю, но Слон Д5. О, Д5. Я и пять. Да, чтобы ничего не давать. С1. Ну, Слон Д6-3. Да, но это проблема. Нет, ну вот слишком много фронтов. Слон Д6-3 поется, егать. Слон Д6-3 поется, егать. Уже один минут в полтора какой-нибудь здесь. Нет, наверное, надо егать Слон Е5. Слон Бет Е5. Конь Бет Е5. А как бы какой-нибудь Конь Ф5? Нет, Конь Ф5 можно. Конь Х4 может просто Конь Х4. Так. Да, на любой какой-то причине, чёрные могут взять и короля на Е7 спрятать. Как ты говорил, Д5? Я говорил, Слон Е5 и конём там взять. Ну, просто без пешки играть. Или Д5 скидывать? Ну, тоже не так. Д5 тоже просто без пешки. Нет, Д5 зачем? Пусть чёрные. Да, Слон В4. Так, теперь даже выбрались. Всё-таки шли в этом. Чёрные, конечно, лучше, но реально ли с тобой большой перевес непонятно. Двух слонов, я бы, я не стал бы спешить с задачей этого слона за эту пешку. Двух слонов 5 может. Да, мне кажется, что это продешевило, как-то. Нет, там он набор. Артём продешевил, был перевес больше. Как-то используя силу двух слонов, белый будет пытаться играть тут. Я бы за чёрные... Я бы за чёрные просто ладьон Д8 вернул бы, понадёжнее. Восьмую прикрыл, на Б2 повисло. Уже 4 ничем не угрожали, за конь Д4 теперь. Ладьян Д4 неуклюже стоит, у нас у своих полей отнимает... У своих фигур отнимает поля, прошу прощать. Есть такое. Задумался, Артём. Сейчас Д8. Ну, тоже какая-то попытка наладить координацию. Заслуживает внимания. Я бы, конечно, на первую очередь озаботился бы ладьёй. Ну, может, подцепно такая игра. Да, в основном 5 облегчает белым жизнь. Ну, облегчает и облегчает. Ой, фигзи в 5. Разве вот. Всё по-руму. Нет, не всё. Такие перебои склонны приводить всё-таки к ничей какой-то. Хотя вот не факт. Может быть, тут у белых простого способа и нет, да. Если А4, тогда нет, тогда опять у чёрных лучше. То есть можно даже... Можно под слон Д4 пойти, да. Как ты предлагал? Ну, я никак не предлагал. Не исключено, что белые всё-таки по-прежнему, без спешки не хватает активности. Ну, да. Одна образуется проходная, но она не будет. Может, общего ладяя Ф6 пойти? Ну. Подцепно, может, угодно случится. Сейчас это нельзя. Побили, побили. Ну, а Тёма чувствительно больше времени и позиция лучше. Ну, один раз задумался, я не больше. Как наше, как я. Да. А Тём даже это... Слон Т2. Не, Слон Т2 нельзя играть, кстати. Ловушка. А, нет, можно. Или нельзя. Слон Ф2. Король Ф2. Ферзь Ф6. Ну, проскочили уже. Может быть, можно было Слон Т2 играть, не знаю. Можно. Теперь точно можно. Всё, Тём Академик. Слон Е3. Ну, осталось добить. Неплохо, ладно. Б3 проще всего добивался. Да не, ну шах не надо дать. Ты чё? Зачем? Б3 или Б2? Ну как? Увидел, шах. А, ну да. Ферзь G5, Ферзь Е3. Разберят Ферзей в Эггене першечной. Тёмка. Ну, Артём Классик. Артём Классик. Да. Это... Ну, давай-то, давай. Докажи, что ты классный. Да, он боится, там пешка задерживается, он боится, что пешечный не выигран. Ладно, хочется. Он просто уже демонстрировал свою технику пешечной. Теперь. Техника. В позиции, в позиции, в позиции, в позиции. Ну, Ферзь в 5, Ферзь в 5, Артём. Артём, пойди, Ферзь в 5. Ферзь в 5. Это хороший шанс подемонстрироваться. Да шо ж такое-то. Так. Ну, главное, Артём. По-прежнему тут никакой ничьи нет, король G8. Или Ферзь H5. Ферзь H5 можно пойти. Да даже король G7. Главное быстрее это всё, Демён, шо ж такое-то. Нет, ну ладно, вот и всё, победа. B2. Нет. Очень академично. И вообще как-то слабо, по-моему, если честно. Зачем было до этого доводить? Ну всё, тут уже вообще всё. Да, ну, хотя... Всё, последний шаг на 6, и ничего нет, как G8. Нет, предпоследний. Предпоследний. Хотя мне... Всё, 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 всё. Ферзь E3, следующий ход. Всё. Шага больше нет, все шаги сделаны, господа. Счёт. На табло сейчас появится. Ну. Эх. Андрей не сдаётся. Радостный шаг. Мат в 4 хода. Мат в 3 хода. Есть раз, ладья E1, и Ферзь E2, ладья H1. Всё, всем спасибо. Спасибо. На табло. До встречи.